27 мая 2021 года – важная дата для Международной Академической Школы Одесса. В этот день в учебном заведении отпраздновали завершение самого первого учебного года. Пришла пора подвести первые итоги. За это время ученики успели принять участие и победить в различных конкурсах, провести шахматный турнир, а также показать свои умения и знания на областном уровне. Поздравил детей с успешным окончанием года создатель и президент Международной Академической Школы Одесса Сергей Кивалов. Он отметил, что этот праздничный день запомнится надолго не только ученикам школы, но и всему трудовому коллективу и родителям. Ведь этот год доказал, что Международная Академическая Школа Одесса действительно соответствует званию «Школы будущего». Подробнее о мероприятии в сюжете моих коллег. Впервые во дворе Международной Академической Школы Одесса зазвучал самый первый последний звонок. Для всех участников праздника, учеников и их родителей, руководства школы и педагогов этот день запомнится как особенный. Подведение итогов первого года учебы показало, что уникальный образовательный проект, получивший название «Школа будущего», действительно дает успешные результаты. «Сегодня мы отмечаем первый год работы Международной Академической Школы. Я вам хочу сказать, что проект удался. Проект удался, потому что мы смогли наполнить нашу школу учениками. А это самое главное. Да, лучшая материальная база. Это действительно так. Но самое важное, что мы опробировали даже те предметы, которых нет в других школах». «Сегодня, по прошествии нашего первого учебного года, хочется подвести первые итоги и сказать, что у нас получилось, а мы справились. Мы очень рады, что к нам пришли детки, что родители доверили нам детей, что они увидели, что здесь работают профессионалы, что мы очень стараемся, что мы стараемся участвовать в конкурсах. И мы уже имеем первые победы». Уникальность и особенность школы отметили и почетные гости, которые пришли на праздник последнего звонка. «Я считаю, что то амбициозное название, которое Сергей Васильевич и его команда дали школе «Одесса», оно полностью соответствует, скажем, форма соответствует содержанию, потому что школа действительно жемчужина, я считаю, нашего города, потому что аналогичной школы в Одессе на сегодняшний день нет. «Я думаю, что ее нет и в Украине достаточно непросто ее найти. Школа замечательная, и я от всей души желаю, чтобы она развивалась. Я уверен, что так и будет, потому что при такой материально-технической базе обязательно появятся традиции, обязательно, я уверен, будет высокое качество образования, что очень важно на сегодняшний день. Поэтому желаю творческих успехов коллективу, деткам счастливой будущей жизни». Здание Международной академической школы «Одесса» поражает своими масштабами. Учебное заведение включает в себя не только учебный корпус, но и спортивный комплекс с огромным бассейном и спортивным залом, а также киноконцертный зал и два православных храма – Сергия Радонежского и Иоанна Богослова. Не менее впечатляет и внутреннее убранство школы. Широкие светлые коридоры ведут в учебные классы, которые также не похожи на классы в обычной школе. Просторное помещение, где есть место и для игры, и для отдыха. Высокие потолки, необычный яркий дизайн интерьера, новая идеально подобранная подрост учеников мебель и современные интерактивные доски. «Я восхищаюсь тем, что у нас есть такие люди, как Сергей Васильевич и его команда. Я знаю, как здесь все устроилось, я приходила за последние годы. Я видела, как росла эта школа, я видела, как Сергей Васильевич переживал за каждый мрамор, за каждую плиточку, когда еще даже не был бассейн готов абсолютно. Все так красиво, и все правильно, и все очень качественно сделано. Поэтому для ваших детей это большой пример, что наше детство должно процветать, наше детство должно быть первой, самой красивой и самой лучшей». Свои личные итоги учебного года подвел и каждый ученик школы. Большинство детей за отличную учебу были отмечены похвальными грамотами, которые на торжественной линейке вручал лично президент школы Сергей Кивалов. Также грамоты, подарки и награды получили победители различных конкурсов, соревнований и школьного шахматного турнира. «Мы участвовали в конкурсе творческом по рисованию и декоративно-прикладному искусству, и наши детки заняли призовые места. Да, у нас есть первое место, у нас есть два вторых места. У нас в школе был проведен шахматный турнир среди школьников. Мы назвали его очень красиво «Ход королевы». У нас есть победители, они сегодня будут награждены». Приглашенные на праздник последнего звонка гостей отмечают вклад создателя школы будущего Сергея Кивалова в такой важный вопрос, как формирование личности. «Теперь достойных одесситов граждан нашей страны готовят не только Одесская юрокадемия и Международный гуманитарный университет. Колледжи, профессионально-технические училища, но и современная школа на академической». Сергей Васильевич построил полный замкнутый цикл образования, начиная с самых маленьких и заканчивая не просто высшим образованием, а академическим образованием. Работают в структуре юридической академии, Международного гуманитарного университета, серьезные советы по защите докторских и кандидатских диссертаций. Это колоссальная работа, которая была проведена за последние уже более 20 лет. Она резко контрастирует с тем, что мы видим во многом по Украине. Не надо далеко ходить, в квартале отсюда находится университет имени Мечникова, классический университет. И, к сожалению, в последние несколько десятилетий это были пропавшие годы для университета, и университет находится в плачевном состоянии, с самых разных позиций. На праздничном мероприятии дети также продемонстрировали свои таланты. Как оказалось, многие не только хорошо поют и танцуют, но также неплохо владеют иностранными языками. Уже начиная с первого класса дети изучают английский, немецкий, французский и китайский языки. А с нового учебного года в школьной программе также появится испанский и итальянский язык. Ничего в мире нет такого, что не попасть нам. Итогами первого года обучения остались довольны и родители. Главный результат – это успехи их детей, а также желание ходить в школу каждый день. Также родители отметили, что преимуществом Международной академической школы Одесса является ее уровень безопасности и высококвалифицированные педагоги, которые нашли общий язык с каждым ребенком. Безусловно, уровень обучения и уровень безопасности в школе на высшем уровне. Мы, когда принимали решение, в какую школу выбрать, то у нас, в общем-то, не стоял выбор. Почему? Потому что после того, как мы сюда пришли, после того, как мы пообщались с Сергеем Васильевичем, с директором школы, у нас было однозначное решение только сюда. На данный момент мне все очень нравится. Мне нравится, что условия замечательные, у них большие прекрасные классы, система безопасности, что детки никуда не могут выйти, потому что проход только по карточкам, плюс сидит охранник, который никогда их не выпустит, даже во двор одних. Прекрасная школа, прекрасные у нас эмоции. Я вам скажу, что дети хотят возвращаться в школу и в стены этой школы, потому что очень все спокойно, позитивно, с прекрасными эмоциями. Мы настроением ходили каждый день. Новая школа, шикарная школа. Всем советуем. Хотелось бы еще сказать огромное спасибо Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он настолько человек с большой буквы, потому что наши дети всегда знают, кто такой Сергей Васильевич. Он интересуется всегда, как прошла учеба, какое питание было деток, комфортно ли им. Поэтому я вам скажу спасибо, спасибо и спасибо. Успешно закончился первый учебный год и для первоклассницы Элины Боярчук. Девочка окончила первый класс с похвальной грамотой за отличную успеваемость в учебе. Мама девочки Яна Боярчук отметила условия, в которых учатся детки, а также поблагодарила Сергея Кивалова за возможность учиться в школе будущего на безоплатной основе. Мне кажется, здесь самые лучшие условия, потому что дети всегда при деле. Здесь в каждом классе смарт-доски, настольные игры. Им не нужно думать, чем себя занять на переменах. Здесь отличное питание, отличные преподаватели внимательные. Я очень счастлива. Мы от всей семьи благодарим Сергея Васильевича за то, что дал нам такую возможность учиться в этой школе бесплатно. Дети делятся своими эмоциями и без лишней скромности рассказывают, что этот учебный год стал лучшим. В этом есть заслуга также и учителей, которые проводили интерактивные современные уроки и стали настоящими друзьями для учеников. Все было отлично просто. Я очень свою школу люблю. Ну, не знаю, больше всего люблю свою школу. Мне очень понравилось, потому что было очень весело, так как у нас маленькие классы по сравнению с прошлой школой. У нас было 45 человек, может быть чуть больше, может меньше. В этом году у нас 12 человек и каждый учитель определяет внимание каждому ученику. Очень понравилось. Мне очень нравится. Еще потому, что они молодые и не такие уж и строгие. Самые значительные моменты. Мы в начале года поехали с классом в каньоны. Ну, мне очень понравилось. Наверное, самый запоминающийся момент – это когда мы всем классом, и учитель, классный руководитель пошли на каток. И потом мы пошли в кафе. Кроме того, на базе Международной академической школы Одесса пройдет летний лагерь для школьников. Как рассказывает директор школы, это время ученики проведут с пользой. Посещение кинотеатров и театров, экскурсии по музеям города и многое другое, что пойдет на пользу любознательным школьникам. К слову, лагерь – это не только дополнительные знания, но еще и объединение коллектива. Летом у нас сейчас планируется летний пришкольный лагерь. Мы, конечно, его планируем провести очень динамично, очень интересно, чтобы это были экскурсии, посещение музеев и посещение украинского театра. Планов на новый учебный год у администрации школы достаточно. Придут новые ученики и преподаватели. В школьной программе появятся новые дисциплины. В частности, будут введены такие предметы, как финансовая грамотность и основы предпринимательства, а также робототехника. Кроме этого, в учебный план будет включено стим-образование, что подразумевает смешанное изучение различных дисциплин с применением их на практике. Начиная со средней школы, ученики смогут выбрать профиль, которому они отдают больше предпочтения по четырем направлениям – химико-биологическое, экономико-математическое, юридическое, углубленное изучение иностранных языков. Я уверен, что они с нового учебного года покажут еще лучшие результаты. Я очень хочу, чтобы наши дети были счастливы. А для того, чтобы быть счастлив, нужно иметь всегда хорошее настроение. Нужно хорошо отдохнуть. А для того, чтобы отдохнуть и прийти с новыми силами и приступить к занятиям с 1 сентября, они должны иметь положительные эмоции. Вот такие эмоции я хотел бы им пожелать, какие были сегодня проявлены во время нашего концерта, посвященного окончанию учебного года в Международной академической школе. Впрочем, впереди школьников ждет пришкольный лагерь и три долгих месяца летних каникул, которые они обязательно проведут с пользой. А новый учебный год обещает быть еще интересней.